Третье, что установлено Всевышним Аллахом в связи с этими днями праздничными, это праздничный намаз. Салат уль-Ид. Которая обтягивает, подчеркивает твой аурат, потому что многие так делают, носят обтягивающую одежду, которая подчеркивает аурат. Или надевать какую-то одежду специальную, которую надевают грешники или неверующие. Нельзя украшаться, а некоторые считают это украшением, тем, что бреют бороду. Брить бороду нельзя вообще. Запрещено это пророкам Алей-Саратусарам. Борода не бреется. Красота у рабы Аллаха, это не то, что себе человек думает, что такое красота. Красота стандартом красоты является то, что установил пророк Алей-Саратусарам. Что касается женщин. Женщины идут на праздничный намаз. Да, идут. Но, напоминаю, женщинам и их опекунам, напоминаю, чтобы они передали это своим женам. Женщины не должны наряжаться на праздничный намаз. Они не должны надевать на себя какую-то нарядную одежду, привлекающую внимание. Женщина идет на намаз в своей обыкновенной одежде. И запрещено умощаться благовониями, источать какие-то запахи. Запрещено демонстрировать для посторонних взглядов части тела. И что толку женщина? Удивительно. Она идет для того, чтобы поклоняться Аллаху, и при этом по ходу совершает столько грехов и ослушания Аллаху. Поэтому женщина, она надевает, как мы сказали, обыкновенную одежду. Сказал пророк Алей-Саратусарам. Он сказал, лия хруджина тафилят. Пусть они идут тафилят. Тафилят, то есть без всяких благовоний и без всякого украшательства. Перед тем, как идти на намаз желательно у рабы Аллаха, поесть фиников. Лучше, если будет нечетное количество фиников, потому что так делал пророк Алей-Саратусарам. Перед тем, как идти на намаз, поесть финики. Еще одна сунна. Идти на намаз праздничный одной дорогой, а возвращаться с праздничного намаза другой дорогой. Праздничный намаз, как он совершается? Во-первых, мы скажем, перед праздничным намазом нет никаких других намазов. То есть, если человек пришел в место, где совершается праздничный намаз, только праздничный намаз совершается. Перед этим нет никаких намазов, если только не в мечети. Если в мечети, тогда он сделает два раката приветствия в мечети и все. Другие намазы не делаются. Только праздничный намаз. Нет никакой ни икамы, ни азана перед праздничным намазом. Потому что так передано в хадисах от сподвижника пророка Алии Сарату Ассалам, что сразу пророк Ассалам, приходя, начинал с намаза. Не читался азан и не произносилась икама. И не произносились никакие другие слова. Некоторые произносят слова ассалату джамиа, ассалату джамиа. Нет, не делал этого пророка Алии Сарату Ассалам, не передано этого в сунни, поэтому не нужно этого делать. Далее у раба Аллаха сколько совершается праздничный намаз ракатов? Два раката, два раката. При этом отличие его от других намазов, что здесь есть дополнительные такбиры. В первом ракате перед чтением произносится семь такбиров, семь такбиров, как это передано от Аиши Рада Аллаху Таляна, а во втором ракате перед чтением произносится пять такбиров, когда уже поднялся человек на второй ракате, пять дополнительных такбиров. Эти такбиры желательны, они не обязательны, поэтому если человек что-то упустил из них или забыл, то ничего переделать не нужно, просто продолжает человек свой намаз. Между такбирами читать ли что-то, произносить ли что-то, не передано от пророка Алии Сарату Ассалам, чтобы что-то произносилось, но от Ибн Масуда с подвижника передано, что можно произносить восхваление Аллаха Субханава Тааля. Хамд и сана аля Аллах Субханава Тааля. Вопрос, обязательный ли праздничный намаз? Многие говорят желательный, или это фард кифая. Более правильное, у рабы Аллаха, более правильное мнение, что праздничный намаз является обязательным. Это ваджиб, фард айн. Почему вы скажете? Доказательств много. Я приведу вам одно доказательство. Пророк Алии Сарату Ассалам, как это передает Ум Атия. Ум Атия, сподвижница, она говорит, Приказал нам пророка Алии Сарату Ассалам, выводить их на праздничный намаз. То есть молоденьких девушек, которые еще не замужние. Обычно они дома сидят, но пророк Субханава Тааля приказал их выводить на праздничный намаз. Женщин, у которых месячные, и их выводить. Приводить на праздничный намаз. И зават-аль-худур, то есть девушки молодые, которые дома в комнатах прячутся обычно за загородками, и их. И что касается Аль-Хуэт, что касается тех, у кого месячные, сказано, Ум Атия говорит, то приказано было, чтобы они не совершали намаз, но присутствовали при этом хаире, при этом благе, при этой мольбе мусульман. А я, говорит Ум Атия, спросила у посланника Аллаха, А если у кого-то из нас, женщин, нет джильбаба, то есть это верхняя одежда, чтобы пойти, они были бедными. Пойти на праздничный намаз. Что сказал пророк Али-Саратул Салам? Он сказал, Пусть сестра ее мусульманка даст ей свой лишний джильбаб, чтобы она надела. Посмотрите, даже для таких женщин все равно пророк Али-Саратул Салам приказал выходить. Это указано на то, что обязательно праздничный намаз является обязательным у рабы Аллаха. Что касается хутбы, после намаза произносится хутба. Пророк Али-Саратул Салам поворачивался к молящимся, они сидели рядами и произносил им праздничную проповедь, хутбу. Слушать ее это великое благо, но не является вадьбом, не является обязательным, потому что пророк Али-Саратул Салам, он сказал, Мы произносим хутбу, кто хочет сидеть для хутбы, пусть сидит. А кто хочет уходить, пусть уходит. Праздничная хутба не обязательно, но, конечно, не стоит упускать ее, потому что в ней великое благо и великое назидание о рабы Аллаха. Наконец, в конце хутбы, о рабы Аллаха, я хочу вам напомнить, что все еще есть возможность, что еще Рамадан не закончился, что еще есть день или два, есть еще одна ночь или две ночи. Поэтому не упустите, сейчас все силы свои приложите, чтобы провести это время в самой лучшей покорности вашему Творцу. Те, которые до этого провели этот месяц, допуская какие-то упущения, воспользуйтесь сейчас. Осталось чуть-чуть, может быть, получится компенсировать, может, получится как-то наверстать упущенное. А если ты, маша Аллах, аль-хамду рилля, благодаря Аллаху весь этот месяц провел в усердном поклонении, сейчас еще более усердно поклоняйся Всевышнему Аллаху, чтобы окончание твоего деяния было наилучшим, потому что, как мы уже говорили, деяния, они по окончанию своему оцениваются. И еще возможно, что может быть сегодняшняя ночь, это может быть еще будет ночь Аль-Кадр, ночь предопределения, потому что это нечетная ночь, тем более, и это из десяти ночей, а ночь Аль-Кадр, разве можно упускать эту ночь? И особенно усердствуйте в дуа, в мольбе к Аллаху Субханава Тааля, обращайтесь к нему, прося у него благополучия и избавления. И не забудьте одну вещь. Верующий человек, настоящий верующий, который понимает, кто такой Аллах, и чего достойен Аллах, он не только, когда грехи совершает, кается. Он кается и просит прощения, когда совершает и поклонение Аллаху, потому что он знает, что то, что он делал, оно настолько слабо и столько в нем упущений, что, конечно, недостойно того, чтобы преподнести это Всевышнему Творцу. Поэтому вы, заканчивая ваш пост и ваши вот эти стояночные, заканчиваете, прося у Аллаха Субханава Тааля прощения, делая истегфар, потому что это сунна пророка Алия Сарату Сарам, после поклонений просить у Аллаха Субханава Тааля прощения. Еще есть возможность, пока двери ада закрыты, у рабы Аллаха, да, в течение всего Рамадана двери ада закрыты, чтобы мы могли с вами получить прощение и избавление от ада. А ад, у рабы Аллаха, ад, у рабы Аллаха, это обитель унижения, это обитель обреченности, это обитель покинутости, брошенности, обитель страданий неимоверных. Звук ада, звук ада это вой, это рев, это стон, а люди, которые в аду, их звуки это крики, это вопли, это стенание, это рыдание, это постоянное вечное несчастье, это непрерывное горе, это сожаление, это плач, это цепи, это оковы, это жар, жар, который страшен, чудовищен. Глубина этого ада, она неимоверна, о рабы Аллаха. Описать человек не может описать ад. Мучение его невозможно описать. Достаточно нам того, что Аллах, Субхану Аталю, сказал нам, рассказал об этом, об этой гиене, в своей книге рассказал пророк Алиссаратусалам. Представить себя не может человек, это выше наших способностей, чтобы представить мучение ада, пусть Аллах, Субхану Аталю, упасет нас от ада, от всего, что приближает к аду. И о раб Аллаха, двери, рай, они еще открыты, до конца Рамадана открыты. Рай, рай, это обитель милости Аллаха, милует раем своим, Всевышний Аллах, рабов своих. Это дарусалам, это обитель мира, это обитель счастья, в которой находятся те, которых облагодетельствовал Аллах, и числа пророков, и правдивейших, и шагидов, и праведников. Там, где внизу текут реки, сколько бы ни старались люди, самые красноречивые из людей, описать рай и сущность рая, там, где узрят верующие Господа своего и лик, сколько бы ни старались описать рай, не под силу это сделать человеку. Не могут они это сделать, потому что представить себе человек наслаждение рая не может. И сказал, поэтому пророк, алейх салату ассалам, قال Аллаху, аззава джал, а'ададту льибади салихин, ма ла айна раат, ва ла узуна сами'ат, ва ла хатара а ла калби башар. Сказал Аллах, приготовил я для рабов своих праведных в раю то, что не видела ни одно око, о чем не слышала ни одно ухо, и что даже не могло представиться никому из людей. И прочтите, если хотите, слова Аллах, фа ла тааляму нафсу ма ухфи аляху мин куррати айюн, и не знает душа, что скрыто, уготовлено для нее, изуслады, очей. Но рай, о рабы Аллах, это товар дорогой. Это товар дорогой, и всякими мечтаниями и фантазиями получить рай невозможно, а только тавхидом. То есть поклонением одному лишь Аллах, и иманам, и праведными деяниями, так спешите. Спешите, о рабы Аллаха, творить благое, творить благое, и сейчас, в оставшиеся дни Рамадана, и в остальные из оставшихся дней вашей жизни. Обратите внимание, и все время мы говорим об этом, почему важно изучать религию под руководством знающих людей. Не так, что ты читаешь что-то, или смотришь что-то, сам по своему выбору, а именно изучаешь в том порядке, с теми акцентами, с теми ударениями, на которые указывают ученые. Что ты сам не знаешь, что первичнее, что приоритетнее, что важнее, на что нужно сделать больше ударения, на что меньше. Человек, когда он сам вот так вот выбирает, особенно сейчас, в эпоху интернета, там многочисленных роликов, как он листает соцсети, группы, каналы, и выбирает, как что-то вот по названию понравилось, и он смотрит, я послушаю это. Он не выбирает по принципу, это важно, это полезно. Он выбирает по принципу, нравится, не скучно, хорошо, оратор хороший, тема веселая, и так далее, занимательная. Поэтому важно изучать религию под руководством ученых. Они расставят акценты, они поставят ударение. Поэтому то, о чем сказано в Куране, много, о чем в Сунни говорится много, о чем много говорили сахаба, о чем много говорят улама, и мы тоже об этом, значит, должны говорить много и уделять этому много внимания. Понятно или нет? А не так, что люди берут что-то из религии, да, это из религии, но религия дала этому определенное место, вот столько, в этом большом круге религии. Они же взяли вот это, чему уделяется вот столько времени, вот столько вот места в этом круге, оно находится где-то с краю, и поставили это в центр круга и сделали, что это главным в религии. А то, что было главным в центре, они наоборот это куда-то запихнули в угол, или вообще что выбросили из круга религии. Вот чем опасно изучение религии без руководства знающих людей.